всем здравствуйте рада приветствовать вас сегодня я хочу сделать очень большое вступление если вы это будете смотреть этот ролик если вы смотрите этот ролик то это этот ролик будет являться вступлением к раскладу про эмоции почему именно к этому раскладу до философском подходе как я это называю расклад на философскую тему мы выбрали тему эмоции почему я решила записать дополнительно вступительное видео потому что есть некоторые вещи которые просто необходимо пояснить для вас поэтому наверное я еще не определилась да как я это буду делать то есть будет это вступительный ролик отдельно и отдельно будет расклад либо это все будет в одном ролики да я смонтирую все будет зависеть от объема и насколько вам комфортно будет это смотреть наверное все-таки сделала в одном ролике не знаю то есть на не суть вам это не обязательно знать потому что если вы смотрите значит я уже определилась. Итак, поясню, почему я решила сделать вступительную роль. Потому что, когда я собирала вопросы на тему эмоций, чтобы мы хотели рассмотреть, было очень много разных вопросов и было очень много разных комментариев. И поскольку мне лично, как это составляет сложность в письменном виде объяснять какие-то вещи, мне проще это записать в видео, голосом все объяснить и пояснить. И тогда я становлюсь понятной, и та информация, которую я хочу до вас донести. А в письменном виде иногда бывает в моей жизни очень часто искажение. То есть я одно имею ввиду, другое подразумевает, хотя я очень тщательно выбираю слова. Поэтому я хочу в этом ролике разъяснить, объяснить, рассказать, высказать свою точку зрения касательно некоторых моментов. А потом уже во второй части мы будем смотреть расклад, в котором будет, по-моему, 15 вопросов. Если я не ошибаюсь, очень такой вот большой, насыщенный расклад. И это не все вопросы, которые я вставила. Были вопросы, которые я оставила для, так сказать, личного расклада общего порядка. То есть это расклад, который будет по позициям, да, то есть туда я тоже внесла вопросы. Вот. Но все же, сначала я хочу сказать, наверное, надо было записать отдельный ролик, но вот я в этом пользуюсь случаем, в этом расскажу. Что такое философия и почему вот эта вот идея моя записывать расклады на философские темы, либо с философским подходом, вот если так больше уточнить. Вот. То есть соединить философию и тороп. В принципе, они очень соединяемы, да, то есть те, кто немножечко интересуется философией, разбирается немножко в таро, в арканах, в символах, может найти для себя понимание, либо интерпретацию арканов с точки зрения философии. Вот. Но все зависит как раз-таки от человека, от его знаний, да, от его желания что-то исследовать. Так вот, в одном из комментариев, давайте, значит, по порядку. Начну с того, что эти расклады, да, как я их назвала, а я создала отдельную папочку, назвала ее расклады на философские темы, вот. И в них мы рассматриваем общие какие-то понятия, абстрактные, возможно, какие-то понятия с помощью тороп. Вот в этом вся задумка. То есть, посмотреть, как тороп будет нам описывать те или иные понятия, определения, ценности, убеждения. Не знаю, будем смотреть, вот что придет в голову. Если честно, у меня уже есть список того, что я хотела бы рассмотреть. Но все же, в какой-то момент я получила комментарий от одного человека, где коротко было сказано о том, что эмоции – это не философская тема. Вот. Ну, это, знаете, вообще, касательно знаний, когда мне кто-то так пишет, вот. Это, значит, лично для меня драконить мое эго. Вот. И я задумалась, действительно ли это так, либо нет. Вот. Но, опять-таки, мое восприятие мира обучает меня на протяжении всей моей жизни, что есть и другие точки зрения. Нравятся они тебе или не нравятся, но они имеют место быть. Вот. Но, чтобы быть более подкованной, я все-таки разобралась в этой теме, действительно ли это так, является понятие определения эмоций к философским, да, может ли она быть философской темой или нет. Вот. Ну, как говорится, кто еще, тот всегда найдет. Поэтому начинаем с определения и понимания согласно Википедии. То есть, я, знаете, я люблю всегда свои аргументы подкреплять фактами, да. То есть, не просто голословная моя точка зрения, безусловно, она может быть, но всегда подкреплять какими-то фактами. Чтобы человеку было, оппоненту понятно, на чем базируются мои взгляды. Я просто очень серьезно ко всему подхожу. Вот. Значит, я забила в Google понятие философия. И что мне выдает, как ее, в Википедии. Вот. Пишет, что философия с древнегреческого дословно означает «любомудрие», то есть «любовь к мудрости». Любовь к мудрости. Я просто думаю, знаете, иногда, когда я читаю перевод с греческого, думаю, либо я не знаю греческий, либо это достаточно свободный перевод. Ну, ладно, не суть, не важно. Философия, филош, это означает «друг», шофия, это означает «мудрость». То есть, дружба к мудрости, да? Ну, скорее всего, наверное, поэтому... Ну, дружеское отношение к мудрости как-то так. Ну, ладно, пускай будет «любомудрие». Не суть. Для меня это не принципиально. Дальше пишет Википедия, что философия – это особая форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о наиболее общих характеристиках, предельно обобщающих понятиях и фундаментальных принципов реальности бытия и познания бытия человека. Здесь я делаю паузу, то есть я для себя сейчас отмечу, чтобы потом не утерять... То есть само уже понимание бытия человека, то есть существования. С этой точки зрения как раз-таки любой подход, который заставляет нас размышлять на те или иные темы, в данном случае мы разбираем тему эмоций. Эмоция является частью человека, это то, чем живет человек, это реакция человека на определенные вещи, людей, ситуации. То вот с этой точки зрения мы можем сказать уже, что действительно у нас есть философский подход. Потому что вот определение бытия человека. Об отношениях человека и миру. И к задачам философии на протяжении веков относились как изучение всеобщих законов развития мира, то есть непосредственно о том, как создан мир и общество, так и изучение самого процесса познания и мышления. Внимание, слово мышление, то есть сам процесс познания, как мы что-то познаем и как устроен наш процесс мышления. Так вот, что касается мышления, и к этому ролику я прикреплю другой ролик Курпатова, где он поясняет, что есть такое эмоции. И в этом ролике он четко проводит связь, что эмоции не существуют без мышления, а мышление так или иначе сопровождается эмоциями. То есть здесь есть определенная связка. С такой точки зрения мы тоже можем сказать, что привязать эмоции сюда. А также изучение нравственных категорий и ценностей. К числу предельных философских вопросов относятся, к примеру, вопросы познания мира, в чем смысл жизни и другие. Хотя иногда философию определяют более узко в качестве науки, с определенным предметом изучения, такой подход встречает возражения современных философов, настаивающих на том, что философия представляет собой скорее мировоззрение, общий критический подход к познанию всего сущего. То есть если мы познаем всего сущего, в данном случае мы и познаем человека. Здесь еще одно подтверждение для меня лично, что все, что связано с человеком, неважно, что это, это тоже имеет некий такой философский подход, который применим к любому объекту или концепции. И в этом смысле каждый человек хотя бы изредка занимается философией. То есть размышление. По сути, что есть философия, это размышление о разных понятиях, о человеке, о бытие, о создании нашего мира. Это вот что касается философии. И я хотела это очнить. Почему? Потому что я не люблю, знаете, опять-таки, я всегда даю себе отчет в том, что то, как я смотрю на мир, безусловно, другие не смотрят. Но когда мы заводим какой-то диалог, я просто не люблю, когда люди бросают слова на ветер. И, знаете, одно дело, если ты бросаешь слова на ветер себе равным в контексте, что и другие люди, то есть равные собеседники, то есть один человек легко относится по жизни, как-то у него свое мировоззрение, и вот встречается такое же. И вот они между собой просто бросаются словами, обмениваются, и все окей, это нормально. А другое дело, когда ты приходишь ко мне на мой канал, знаешь, насколько я замороченный человек, и начинаешь мне просто говорить свою точку зрения, не подкрепленную ни к чем, ни к чем, ни к какими фактами, ни к какими аргументами. Меня это драконит очень сильно, меня это цепляет. Опять-таки, безусловно, мне хочется верить, что я адекватный человек. И я, конечно же, понимаю, то есть я даю себя отчет, я понимаю, что у людей есть свое мнение. Но я высказываю свое, и вот подкрепляю непосредственно с фактами. То есть мы разобрались, да, что есть философия, и почему именно мы разбираем те или иные темы. Нам важен подход, то есть мы будем рассматривать философию в контексте размышлений на те или иные темы, которые нас интересуют, и будем записывать расклад на эти темы. Значит, здесь мы поставили точку. Следующий момент, коль я упомянула Курпатова, я сразу скажу, что мне в комментариях присылали разных других психологов, да, каждый из вас выбирает для себя мастера, и это круто, это здорово. И мастера мы выбираем в соответствии с тем, что нам созвучно. То есть мы выбираем не только ту информацию, которую он нам передает, а и в том виде, в котором он передает. То есть мне порекомендовали посмотреть одного психолога, женщину, я не буду называть ее имя, она мне не понравилась. Когда я только посмотрела на ее картинку, очень приятная, очень теплая энергетика, как только она открыла свой рот, мне стало очень страшно, сердцебиение, неприятные ощущения. Я, мне сначала показалось, что это только мое субъективное мнение, вот, безусловно, я поделилась этим роликом, и попросила людей не вникать в смысл слов, да, то есть, ну, в саму информацию, а прочитывать, как это, энергетически считывай, да, посыл, посыл, энергетику. И двое людей, кому я поделилась данным видео, сказали примерно аналогичные, была примерно аналогичная реакция, а у одного человека разболелась голова, вот прям сразу, там, даже буквально минут 5-7 посмотрел, и все, а у другого вызывало, прям, вот знаете, некую такую тошноту, неприязнь, ну, в общем, это чисто субъективно, но, я сейчас не об этом, я про то, что, когда меня спрашивают, почему ты вот этого человека не смотришь, потому что все-таки речь иногда заходила о коллегах, вот, я сказала, что, я не рассматриваю мастерство, коллег, как таковое, а вы знаете, иногда ощущение, заходишь, да, на канал, слушаешь человека, и вот у тебя возникают какие-то ощущения, где-то тебе приятно, хочется, и ты понимаешь, что, ну, это сахарный таролог, да, к примеру, и, ну, тебе приятно, тебе приятна атмосфера, тебе приятно, приятен том голоса человека, тебе приятно ощущение, да, подход, вот, ну, прям располагает, да, вызывает доверие этот человек, и его хочется слушать, а есть люди, которые вызывают некий дискомфорт, и я не говорю о том, что они плохие, либо они хорошие, то есть я не оцениваю, а я просто говорю свои ощущения, да, что вот если я захожу, например, к какому-то тарологу, у меня возникает ощущение, что меня облили помоями, и я прям упала на самое дно, и ощущаю себя, что, боже, самооценка упала, то есть моя эмоциональная шкала, а мы поговорим сейчас еще и про шкалу эмоций, тонов, эмоциональных тонов, я ощущаю себя, боже, зачем мне это надо, и ты быстро выключаешь, и осадочек такой остается, что, ой, что-то мне нехорошо, да, и опять-таки, мы должны четко давать себе отчет в том, что есть люди эмпатичные, и есть даже такая категория, я писала и пост в сообществе, в которой речь шла о высокочувствительных людей, в АЧЛ их называют еще, иначе, таких людей на планете, ну вот 15-20 процентов, немного, и это вот прям очень сильно ощущается, и поэтому, я не знаю, как вы, но наверняка у меня, согласно данному посту, я помню комментарий, многие писали, что да, у нас такие же аналогичные ощущения, и исходя из этого, я понимаю, что люди, которые не фильтруют информацию, которые они получают, либо взаимодействуют с этой информацией, безусловно, вот эта вот их чувствительность, да, она будет формировать их день, настроение и так далее, то есть здесь нужно будет очень много работать над собой, я про это, я не про осуждение людей, я про свои собственные ощущения, и пожалуйста, не надо мной манипулировать, потому что такое тоже было прочитано, что, ну вот как вы воспринимаете, с помощью чуйки других людей, так же и я воспринимаю вас, и вот вы такая иссякая, нет, это вот манипуляция, да, это не имеет никакого отношения к ощущению, к оскорблению, это вот чисто воды оскорбление, поэтому, что касается, возвращаясь к Урпатову, я приложу, выложу к этому ролику очень много ссылок, и цель этих ссылок, поясняю, для чего я это делаю, для того, чтобы, знаете, знания, они подкреплялись, то есть они как-то вот расширяли свои горизонты, безусловно, что-то из того, что я дам, вы уже знали, вы уже слышали, а что-то будет для вас новое, я не прошу, чтобы вы все посмотрели, для этого у вас есть своя собственная чуйка интуиции, да, если вам, как-то вашим принципам, вашим ценностям противоречит, там, я не знаю, то, что говорит, например, кумпатов, то слушать его не нужно, это один вариант, второй вариант, может быть, вы можете его послушать, но не делать акцент на нем, как на личности, да, потому что иногда разговорная речь не нравится, тональность, там, заикание, еще, это может все раздражать, вот, но сфокусироваться просто на информации, это второй вариант, третий вариант, вы можете самостоятельно загуглить аналогичную информацию, то есть, как работает эмоции, да, что такое эмоции, вот, и как устроен этот принцип, да, как в нас порождаются, то есть, что это такое, если это реакция, как она работает, откуда она появляется, да, какие части мозга заделаны, задействованы, да, какие зоны, то есть, для себя получите более такую обширную информацию, опять-таки, это не каждому нужно, да, но если мы говорим о моем канале, то на своем канале я всегда говорю про самопознание, мы не можем просто познавать себя, допустим, только через карты послушали расклад, нам, безусловно, нужна какая-то дополнительная информация, которая будет нам пояснять, то есть, если мы изучаем себя, нам нужны ответы на вопросы, почему я это ощущаю, что со мной происходит, как мне с этим быть, именно поэтому я даю вам информацию, я не настаиваю, еще раз говорю, я вот, ну, просто даю, один момент, скульпатом закончились, просто в этом ролике, вы можете весь его не смотреть, но первая часть там, где он поясняет, что такое эмоции, как они, какая связка есть между эмоциями, эмоциями и мышлениями, и на самом деле, вот здесь вот для меня, когда я прослушала, был такой ключевой момент, то есть, он, по сути, процесс эмоций, процесс в кавычках, делит на три ступени, то есть, первая ступень, это ощущение, это легкое, такое поверхностное, восприятие, то есть, я ощущаю тепло, я ощущаю холод, примерно это, я считываю в раскладах с карт, ощущения, второй этап, это непосредственно сами эмоции, это реакция, на что-то, она идет сразу после ощущений, и третий этап, иногда, его даже еще и называют чувствами, это когда мы, вот эти эмоции, которые мы получили, мы начинаем их для себя, как-то обозначивать, для этого у нас происходит оценка, и мы включаем мыслительный процесс, и это все переходит в дальнейшем, вот именно, более глубокие чувства, так вот, вот на этом этапе, когда мы поясняем эмоции, здесь мы как раз и видим связку мышления, то есть, наших мыслей, и эмоции, которые мы переживаем, что мне эта информация дала, лично мне, она дала понимание, что для меня первично, это эмоции, как реакция на что-то, и по сути, эмоции, они там, по-моему, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, по-моему, три, либо пять секунд, длятся, а дальше идет мыслительный процесс, то есть, объяснение, пояснение, что происходит, так вот, в такой, в таком формате, да, в такой цепочке, в моем понимании, я всегда объясняю чисто субъективную точку зрения, я делаю на это акцент, и она может быть ошибочная, то есть, я сто раз уточняю, и все равно, каждый старается, где-то в комментариях написать, там, лицо в меня ткнуть, нет, вы ошибаетесь, окей, ошибаюсь, ошибаюсь, но мне это дает больше пояснение того, что дальше идет мыслительный процесс, да, то есть, объяснение, так вот, исходя из этого, я понимаю, что эмоции первичная реакция, а мысли, они вторичны, и что получается, вот эти вот мысли, лично меня, когда мы говорим, я эмоциональный человек, вот эти вот мысли, лично меня, они вводят в негативное состояние, так скажу, да, то есть, не сама эмоция, не сама реакция, да, там, где-то что-то, ну, удивилась, я там испугалась, восхитилась, не этот процесс, а что идет после этого, да, например, там, прочитала какой-то, какой-то комментарий, и как-то огорчилась, да, например, это реакция, но она через пять секунд проходит, а что меня заставляет в дальнейшем быть туда, да, почему я там цепляюсь, почему меня там цепляет, так вот это мыслительные процессы, я понимаю для себя, что те мысли, которые включаются после этой реакции, это для меня, это и есть мои сценарии, мои убеждения, которые составляют мое мировоззрение, и вот эти дни, когда я готовилась непосредственно к раскладу, к вступлению, да, очень много, как я сказала, информации, прочитала, просмотрела, я был такой, я не знаю, кто-то это говорит, коридор затмений, не суть, я это говорю то, что мой мозг был сакцентирован на, непосредственно на эмоциональном проживании каких-то моментов, и он сформировал мне ту реальность, в которой возможно было, ну, чуть больше негатива, чем обычно, и вот анализируя вот эти вот все разные ситуации, которые со мной проходили, не совсем приятные, негативные, я увидела вот эти вот свои сценарии, то есть для чего мне даны были эмоции именно негативные, то есть какая от них польза, что они во мне запускают, чему они меня обучают, это я вам показываю свой сценарий, следующий ролик, значит, с Курпатовым закрыли, следующий ролик, который прилагается, это шкала эмоциональных тонов Хаббарда, и я в одном из раскладов говорила о том, что Хаббард являлся основателем, как же их правильно-то называть, религии, нет, даже это не религия, она, по-моему, называется церковь нового, нового движения, как-то так, но к религии не имеет никакого отношения, везде ее знают как секта, так вот, я об этом не знала, поэтому первично мне стало интересно, что это за шкала, как она работает, я вам прикрепляю ролик, очень хорошего мастера, человека Марины, который рассказывает не о самой шкале лет, как таковой, а именно применение ее, как объяснение зависимости наркотичной, здесь могут быть даже не только наркотики, там могут быть сигареты, алкоголь и так далее, вот, ну, то есть, она показывает пример именно к наркотикам, я вам настоятельно рекомендую посмотреть этот ролик, с какой целью, не с целью, чтобы изучить эту шкалу, вот, во-первых, чисто для интереса, если вы еще не знакомы с этой шкалой, она очень хорошо действительно объясняет какие-то моменты, второй момент, с какой целью, с целью того, именно понимания, как люди входят в зависимость, да, в том числе и наркотическую, то есть нам иногда, знаете, когда мы не принимаем наркотики, нам кажется, что даже, ну, там пример идет про травку, да, про курение, косяка, что, ну, вот, насколько это такая достаточно слабая форма наркотиков, и она не приносит вреда, а лично я в своей жизни сталкивалась с этим, как лично, так в своем окружении, да, насколько это полезно, не полезно, не суть, но как проходит вообще процесс затяжения, да, вот именно, как ты входишь в эту зависимость, и для чего нам это нужно знать, для того, что нам проще что-то обесценить, что-то раскритиковать, то, что мы не знаем, то, чего мы не понимаем, то есть сказать что-то негативное в адрес наркоманов, либо там, я не знаю, там, алкоголиков, там, проституток и так далее, и так далее, намного проще осудить этих людей, чем понять, что послужило причиной того, почему у них появилась зависимость, почему, потому что нам кажется, что именно наркотическая какая-то зависимость, да, либо сексуальная зависимость, да, анимфомания, например, и нам это кажется, ну блин, ну что это такое, все так это пошло, это так некрасиво, но мы почему-то намного проще и легче относимся к зависимости, например, к еде, да, и если мы видим, там, толстых людей с ожирением, мы их тоже осуждаем, но при этом, когда у нас у самих есть зависимость от сладкого, там, я не знаю, от шоколада, либо еще что-то, мы это не осуждается, если у нас есть зависимость от того, что вот мы сидим в интернете по 150 часов, да, и вот все никак не можем отойти, едим за, либо за телевизором, да, едим за телевизором, за экраном, это почему-то мы не осуждаем, то есть вот есть опять-таки тоже какое-то разделение, что вот это совсем плохо, а это вот, это нормально, это приемлемо, то есть что есть норма, это тоже играется, поэтому посмотрите этот ролик не столько с точки зрения, что есть шкала, а посмотрите, увидьте себя в этой шкале, где, как вы проявляетесь, второй момент, кто такие люди, что сподвигает этих людей входить в зависимости, насколько нам иногда непонятно, почему их отправляешь в рехаб, а они выходят и все равно продолжают принимать наркотики, почему сложно выйти из зависимости, то есть даже многие из вас знают, да, выходить из зависимости, например, в отношениях, насколько это сложно, вроде бы уже и точку поставил, ты уже не встречаешься с этим человеком, а мысли все там, это тоже зависимость, то есть это процесс нашего мозга, как он устроен, то есть посмотрите на это с этой точки зрения, это следующий ролик, дальше, что касательно, значит меня спросили по поводу этой шкалы эмоциональных тонов, мое мнение, знаете, на самом деле она мне понравилась, она мне понравилась, потому что, и это не случайно, вот я даже прям сидела, все выписывала, определяла, я тот человек, который сразу любит делать, проводить эксперименты, я это все перенесла, ну перевела на себя, примерила, насколько это так, не так, где и как я себя веду, да, например, на этой шкале, да, есть такая эмоция, да, которая называется, сейчас скажу, обозначена, да, как скрытая враждебность, у нас есть открытая враждебность, и скрытая враждебность, так вот, в какой-то момент, эта скрытая враждебность выражается, знаете, мы еще называем, таких людей, иногда лицемерными, которые в лицо себе, вам улыбаются, да, вот, а потом, либо за спиной, начинает говорить, либо, знаете, улыбается, и старается, вот, вас как-то укусить, подколоть, что-то сделать, такое неприятное, да, и типа, ну я же из лучших побуждений, очень часто встречаю в комментариях таких людей, скрытый, скрытая враждебность, когда типа, ну, Елене, я же с наилучшим побуждением, даю вам совет, там, либо еще что-то, вот, но при этом, знаете, вот в этом совете ощущается, ну, какая-то вот негатив, да, опять-таки скажу, я, может быть, иногда не могу словами это описать, но это четко считывается, и причем не только мной, да, а вообще невербально мы очень многое все считываем, так вот, в какой-то момент, когда я делала, согласно этой шкалы, анализ своих прошлых партнеров, я поняла, знаете, вот характерная черта, и Марина, тот ролик, который я вам дам, и она как раз-таки говорит, что у людей, которые находятся вот в этой скрытой враждебности, да, которые считают себя лучшими, лучше всех, и открыто про это говорят, и это очень интересно, знаете, наблюдать за такими людьми, так вот, именно в сексуальном аспекте эти люди всегда предпочитают всевозможные извращения, либо какие-то, вот знаете, беспорядочные половые связи, почему именно на этом я сделала акцент, потому что это в моей жизни было очень ярко, мне важно было понять, мне важно было определиться, почему, да, во-первых, почему я притягиваю таких людей, а с другой стороны, почему вообще это есть у меня, то есть сама шкала, она дала мне такие понятия, ну, вот, как наблюдение, где и что, почему я это притянула, причем так интересно, как характеристика, я увидела мой общий тон, да, на каком уровне я нахожусь, там значит, на самом деле, в этой шкале намного больше, чем 10 эмоций, вот, если смотреть полную шкалу, но объясняется только 10, видимо, самые такие яркие, так вот, значит, начинается, если снизу, да, то это вот апатия, ну, смерть, апатия, горе, страх, скрытая враждебность, гнев, антагонизм, скука, удовлетворение, консерватизм, сильный интерес, веселье и энтузиазм, это 11, я прочитала, я понимаю, вот, и когда ты видишь, что твой общий эмоциональный фон, примерно, да, скука, то в принципе ты можешь подниматься наверх, да, и начиная, люди, которые начинаются от скуки, и следующие уровни, как только они доходят до сильного интереса, в сильном интересе, то есть люди, которым все интересно, которые смотрят на мир открытыми глазами, да, это вот аркан шута, на этом эмоциональном тоне люди не болеют, и я получаю очередное подтверждение для себя, когда человек позитивный, позитивно настроенный, желающий жить, как правило, такие люди не болеют, вспоминаем, да, момент, период нашей влюбленности, ничего, да, в зиму в холод выходишь, легко одеты, и никакая гадость, ни к тебе, ни простуда, ни, никакие инфекции, микробы к тебе не притягиваются, так вот, либо если мы доходим, там, ну, на более низких уровнях, например, там, страх, горе, апатия, то там люди постоянно болеют, периодически, да, безусловно, мы видим здесь, знаете, что это показывает, это показывает, что непосредственно эмоции, они имеют отношение к иммунитету, то есть иммунитет, это по сути, наше настроение, вот в каком настроении вы пребываете, да, в каких эмоциях, в общем-то, на, это и есть ваш иммунитет, чем выше уровень, тем сильнее ваш иммунитет, вот, в общем, сама по себе шкала, она достаточно такая интересная, но мне же, как человеку любознательному, и зависимому в знаниях, мало было, я поняла, что эта информация, безусловно, есть в каких-то книгах, то есть кто-то был ее автором, и я, конечно же, увидела, что Рона Хаббетт является автором этой книги, вот, книга называется, забыла, сейчас, обучение и жизнь, там два слова, не помню сейчас, но не суть, то есть эту книгу можно найти, в которой в ней описана, эта шкала, как она работает, причем это не просто шкала, там огромные таблицы, насколько человек в каждом эмоциональном тоне, можно ему доверять или нет, насколько он врет, насколько он работоспособный или нет, насколько его взаимоотношения с людьми, с товарищами, как он умеет выстраивать отношения, то есть там очень большая работа, вот, и на самом деле она интересная, эта книга, в ней 713 страниц, откуда я знаю, и потому что я искала ее, я нашла эту книгу на сайте Саентологии, можете загуглить, да, Саентология.ру, стоит она 2 600 в рублях, вот, в аудио формате на диске она стоит 2 700, и мне показалось, что это дорого, но у нас в Греции она тоже стоит, либо, значит, 32, 32 евро, да, точно помню, 32 евро, вот, не в деньгах дело, я хотела ее купить, но потом, когда я посмотрела, кто этот человек, и мы переходим к следующему ролику, кто этот человек, который написал эту книгу, Ронг Хаббард, следующий ролик, он говорит, что такое Саентология, да, то есть вы увидите, да, то есть во что они верят, что они пропагандируют, как вообще происходит процесс содинга, что это такое, для чего все, ну, в общем, такой интересный познавательный ролик, рекомендую к просмотру, не для того, чтобы что-то изучить, а просто чтобы понимать, что, окей, есть и вот такая секта, она не религиозная, но вот такой тоже в мире много чего, кстати, ролик, который я вам предлагаю, у этого автора, на тот канал, куда вы перейдете, у него много таких интересных роликов, касательно разных сект, в том числе и те, которые есть в России, вот, очень много таких разных фактов, некоторые ролики мне понравились, некоторые не очень, потому что они, ну, немножко идут в разрез моих понятий, но, окей, то есть, все идет для расширения, значит, про шкалу эмоциональных тонов я вам рассказала, про саентологию рассказала, про Курпатова рассказала, в конечном итоге про саентологию, единственное, что, чем я хочу завершить, и сказать, касательно даже еще этой шкалы, я не стала эту книгу покупать, почему, потому что у меня есть такое понятие, что когда ты приобретаешь какую-то книгу тебе, мне, 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 лично, важно биография автора, не для того, чтобы просто там покопаться в каких-то там грязных вещах, понять, что он там делал, что такое, нет, а именно понять, во что верил этот человек, да, ну, то есть, его принципы, его ценности, его принципы, то есть, его базис, и когда я услышала этот ролик о саентологии, а там описано про Хаббарда, то есть, где у него, ну, кое-какие моменты, была не состыковка в голове, плюс ко всему, когда он стал увлекаться оккультизмом, слово оккультизм для меня стало запретом, я неоднократно говорила, почему, потому что в одной из прошлых в своей жизни, я занималась черной манией, и я очень, ну, очень сильно поплатилась, да, и вот для меня, вот это, знаете, страх как табу, да, то есть, все, что связано с оккультизмом, нет, туда, вот именно в темную сторону, я не хочу, это мое личное мнение, поэтому, когда я вижу, что человеку это интересно, он это пропагандирует, и он этим занимается, подальше от меня, то есть, я всегда говорила, что магия для меня, это не колдовство, а это изучение, как раз таки философии, вот философия, это и есть для меня магия, то есть познание, исследование, интерес, понимание, дать определение, тем процессам, которым проходит, то есть, мне недостаточно просто знать, что это волшебство, и это случилось, волшебство, это для тех, кто не знает, не понимает, когда ты понимаешь, как это устроено, когда у тебя есть знание, это переставит быть волшебством, но это становится чем-то более интересным, в твоей жизни, то есть, ты можешь это воспроизвести, И вот это для меня и является магия, то есть наука и искусство. И поскольку Хаббард в какой-то степени, я ощутила энергетику примерно Кроули, и этот к той же категории того, что Кроули был очень сильным магом, но в какой-то момент, ближе к своей кончине, он ушел в оккультизм, и прям так очень яро, и у него прослеживается эта темная энергетика, такая низкочастотная, поэтому творения этого мастера, они, чтобы вы понимали, они заполняют тот предмет, который сотворился. То есть, ну вот допустим, если, возьмите любого музыканта, вот, например, к примеру, возьмите Баха, послушайте, особенно если это органная музыка, звучит Баха, это вот прям ощущается энергетическое, такая достаточно тяжелая, а потом поставьте Шопейна, и вы услышите, какая легкость, какая разница, то есть чем заполнена музыка, то есть наше творение, оно наполнено нами. И поэтому, когда я говорю, выбирайте себе мастера, я имею в виду не только продукт, подходит он вам или нет, а кто этот продукт создавал, потому что этот продукт наполнен энергией его автора. То есть, по сути, мы взаимодействуем не с самим продуктом, а с его творцом. Вот в чем фишка. И поэтому, исходя из этого, я отказалась покупать эту книгу, хотя, возможно, она и интересна. Но углубляться туда для меня, это будет означать, что я буду взаимодействовать с теми энергиями, которые я не хочу. А я учусь фильтровать. Фильтровать то, что пропускают через себя, чтобы снова себя не разрушить. Потому что, ну, это было очень неприятно, это было очень... Темная энергия, это очень разрушительный. Вот прям очень. И как раз-таки, если мы берем эту шкалу, то вот это вот страх, горе, апатия, это вот эти вот энергии, в которых я жила долгое время. Вот, поэтому, не-не, не надо, не хочу, спасибо, не возьму. Да, идем дальше. Следующий ролик, который я вам прикладываю, это мы все идем в контексте эмоций, да, чтобы вы понимали, сколько информации я вам даю. Ролик, который дает нам пояснение, да, типы акцентуации характера человека по его автору, по личку, да. То есть, ну, в психологии встречается очень много разных классификаций, да, типологии, да, людей. Их разделяют на разные типы по характерам, по эмоциональному фону, по многим, да, критериям. Так вот, то, что я вам прилагаю. Опять-таки, посмотрите, это для расширения вашего сознания. То есть, вот эти вот типы акцентуации характера, когда я их просматривала, вот, что вам было понятно, мой тип, это циклоидный. И когда я его прослушивала, я в нем узнала себя, знаете, как человека, то есть я поняла себя. Что это значит? Это значит, что в описании этого типа говорится о том, что человек вроде бы живет прекрасно, да, очень активно взаимодействует, все делает. А потом наступает такой период цикличный, да, когда этот человек уходит в себя. Ему ничего не интересно, ему ничего не нужно. То, что его раньше радовало, он это перестает делать. Он погружается в себя. Внешне людям непонятно, не могут понять, почему вот эти вот перепады, что произошло. Если это во взаимоотношениях, да, то человек начинает говорить, ты что, меня не любишь, да, то есть разлюбил, что происходит. На самом деле у этого человека происходит очередной этап в его характере. И когда мы понимаем, это опять-таки связано с эмоциями, да, проявлением вот именно эмоций. И для себя я поняла, что это окей, потому что я долгое время не могла понять, почему у меня вот это вот качелеобразное состояние, либо я очень активная, либо я вот закрываюсь. Я просто закрываюсь, хотя, причем здесь ключевое, при внешнем ничего не происходит. То есть нет какой-то причины, тебя никто не обидел, тебя никто не ранил. Но вот есть вот это вот закрытие. Когда мы понимаем, да, другого человека, ну вот в данной концепции, да, к какому типу он относится, то мы можем с ним взаимодействовать, и некоторые его мотивы нам становятся понятны, да. То есть мы уже ничего не берем на личный счет. Поэтому посмотрите. И вот этот ролик, может быть для себя что-то найдете интересного. Это, знаете, еще в контексте того, что меня иногда спрашивают, вот почему, знаете, вот есть люди, которые легко относятся к жизни, есть люди, которые, вот как я, много заморачиваются, есть люди, которые такие достаточно проактивные, есть люди, которые, наоборот, погружены в себя. Каждый воспринимает мир, исходя из вот своего, так скажем, характера, да, вот той скорлупы, того кокона, как он устроен. И когда ты это понимаешь, тогда у тебя не возникает вопрос, а почему я вот, не знаю, среагировала на эту ситуацию вот так, либо почему я реагирую на этого человека по-другому, либо почему я долгое время нахожусь в апатии, вот, и не могу из этого выйти. Это тоже очень частый вопрос, но это будет отдельная болталка, да, я расскажу свое видение на этот счет, но это будет потом. И последний ролик, который я хочу вам предложить посмотреть, этот ролик, этот ролик, этот ролик, он называется «Как общаться с манипулятором?» «Как обезвредить провокатора?» Вот, и я вам его тоже рекомендую. Опять-таки, это не для того, знаете, это вот иногда просят, дай решение, вот как мне быть, вот что мне делать, вот, пожалуйста, вам решение, один из вариантов. Послушайте, я не настаиваю на то, чтобы вы это перенимали, либо этим занимались, либо как-то практиковали, но по крайней мере, увидеть какой-то вариант и рассмотреть его, а что я могу оттуда взять. Ну, в принципе, это мой такой подход, да, когда я слушаю, причем иногда, знаете, я не слушаю, вот если ролик, например, целый час, я не могу слушать целый час каждый ролик. Я его включаю, я послушаю. Если меня цепляет, если я слышу, что это мое, я сяду его прослушиваю. Если нет, я его не слушаю. И вам такое рекомендую, потому что иногда, знаете, очень много времени тратите на то, чтобы что-то прослушать и теряете жизнь на самом деле. То есть вы много времени, опять-таки, проводите, в сети и упускаете какие-то моменты из реальной жизни. Так учитесь ставить фильтры, потому что информации очень много и часто бывают такие моменты, что все, уже в голову ничего не лезет, да, я уже устал, я уже устал, я уже не могу ничего, да, слишком много. Так вот, чтобы себя не загружать, один момент, это научиться фильтровать, что вы слушаете, а второй момент, это научиться разгребать. То есть вам нужно периодически входить в такое, знаете, состояние, когда отключаюсь от информации, я ничего не слушаю, ничего не читаю, ничего не смотрю, для того, чтобы мозг переварил ту информацию, которую вы получили. И старайтесь не слушать ту информацию, которую вы не будете применять. Это, знаете, как иногда смотришь какой-то ролик и говоришь, о, интересно, но сейчас нету времени, я его вот вкладочку, да, оп, положили вкладку, и вы никогда в него не смотрите. Проходит время, вы даже его не посмотрите. То есть вы как будто бы себе говорите своему мозгу, что окей, это интересная информация, это умная информация, я потом посмотрю, и не смотрите. А вот все такое легкое поверхностное, да, там звезды, там музыка, еще что-то такое, картинки, фото, на это мы можем очень много времени тратить. Так, мне кажется, мне кажется, что я вам рассказала и пояснила все, что я буду рассматривать сегодня касательно эмоций, если вдруг я что-то упустила, вы мне, пожалуйста, в комментариях напишите. Вот, а мы сейчас перейдем ко второй части. Сразу хочу сказать, что второй части, то есть где мы будем делать расклад, расклад на одну позицию, как я уже говорила, эти расклады будут на одну позицию, там 15 вопросов, очень такие большие, глобальные, то есть в таком формате я буду рассматривать, знаете, вот в разделе глобальности, не личного, не индивидуально касательно нас, а вообще, да, касательно людей, касательно, ну, человечности, да, людей мира, таких больших масштабов. Но я хочу сделать еще один расклад на эмоции, отдельный, он уже будет по позициям, и он будет касаться нас, и вот туда войдут как раз-таки те вопросы, которые не вошли в тот расклад, который мы будем делать сейчас. Вот, мне кажется, вступление все, если что, пишите, огромная просьба, да, если вы пишете свое мнение, и оно идет в разрез моему, да, то есть, если вы согласны с моим, окей, согласны, я понимаю, мы на одной волне, если вдруг вы с чем-то не согласны, постарайтесь как-то это подкрепить, я не знаю, какими-то аргументами, какими-то фактами, какими-то примерами, для чего? Для того, чтобы мне была понятна ваша позиция, да, потому что, ну, вот просто сказать какую-то фразу, там, я не согласна, окей, ну, не согласна, не согласна, она хочет сказать, ну, и фиг с тобой, что ты не согласна, но если вы пишете какой-то комментарий с целью, чтобы быть услышанными, чтобы я на вас обратила внимание, и, допустим, вступила с вами в какой-то диалог, будьте добры, поясните свою точку, то есть не согласны, окей, с чем, почему? Во-первых, это, не знаю, это развивает общение, во-вторых, возможно, я в чем-то ошибаюсь, и вы мне поможете увидеть что-то, только не надо писать, что вот я хочу вам помочь, не надо, вот, знаете, причинять добро другому человеку, да, почему? Потому что даже если ваши намерения и благие, сама постановка вопроса, и, либо донесение этой информации, она вызывает, узнаете, вот какое-то продавливание, и ясное дело, что моя невербальная реакция будет защитой, поэтому я закрываю. Есть люди, которые прекрасно пишут мне свое мнение, мне самой даже интересно, я задаю вопросы, а как это, а что это, посоветуйте, порекомендуйте, мне советуют рекомендуйте, это не значит, что я вообще не люблю, и не принимаю, и не приемлю, я бог, и царь, и все, нет, ни в коем случае, я просто делаю акцент на том, как это все говорится. И поскольку я сама учусь коммуникации, если вам интересно, вот если вам интересно, давайте мы будем беседовать так. И последний момент, что я хотела сказать при возможности, это то, что на моем канале я стала замечать, что, значит, сразу хочу сказать, если вы пишете комментарии, удаляете, то имейте в виду, что даже если вы его удалили, я его увидела. Каким образом? Мне телефон присылает все абсолютно сообщения, даже те, которые вы пишете, и удалили. А потом я еще думаю, блин, где, может быть они не спам попали? Нет, вы пишете и удаляете, не надо это делать. Ну, если написали, написали, уже оставляйте. Не важно, негативно, не важно какой. А я уж потом сама решила, что с ним делать. Либо вообще не пишите, потому что, знаете, я очень часто сталкиваюсь с тем, что такие хорошие, такие приятные комментарии, и мне жалко, что их удалили. А второй момент, это я к чему-то вспомнила, к тому, что был один комментарий, такой интересный, я его, по-моему, даже закрепила, который написала Инесса. Не помню, какому раскладу, недавно это было. Вот, и комментирует ее девушка и говорит о том, что да, мне созвучно, ваша точка зрения, было бы здорово, если бы мы с вами общались. И потом она удаляет этот комментарий. И мне стало так жалко, почему, и я поняла, что у меня на канале, вы можете, вот к чему я вас призываю, вы можете общаться между собой. То есть, мне кажется, такая достаточно безопасная площадка у нас в доверии. Поэтому давайте мы будем общаться между собой. То есть, очень много умных людей, очень много мудрых людей. То есть, не обязательно, что вы там дружить будете, нет. Можете даже в рамках комментариев между собой обмениваться, спрашивать, где-то, ну, вступать в дискуссию, да. Это будет очень здорово. Во-первых, мне будет приятно, да, что люди как-то объединяются, а с другой стороны, в очень интересных таких дискуссиях, обменах мнений рождается что-то новое, да. Я за это, поэтому не стесняйтесь, вот, осуждений таких не будет, потому что иногда мне пишут, что мы вас боимся. Да не надо меня бояться, то есть, если, как говорится, меня не трогают, вот, я не нападаю. То есть, мое нападение, это, как правило, всегда защита. Вот, но, в принципе, во всем остальном, я такой достаточно, мне кажется, лояльный человек, и я всегда объясняю свою точку зрения, ну, то есть, свою позицию, почему я так поступаю, для того, чтобы, не для того, чтобы открыться вам, а для того, чтобы вы поняли, как со мной взаимодействовать, и мне кажется, что если ты понимаешь позицию оппонента, то проще с ним как-то найти точки соприкосновения. Вот, на этом все, я сейчас, я даже не знаю, сколько времени, если это действительно большой, ну, в общем, если вы смотрите, разберетесь, это будет отдельно, не отдельно, там уже походу посмотрим. Так, мы продолжаем, перешли мы к раскладу, расклад будем делать на колоде неба и земля, у нас будет 15 вопросов, изначально там есть такой вопрос, да, как будет мир, и по-моему, в прошлом раскладе, когда мы рассматривали про новое время, новую эпоху, был такой вопрос, какой будет мир, если бы, ну, либо какой был бы мир, если бы не было вообще эмоций. Я хочу сказать, что если вы загуглите, да, если люди, у которых нету эмоций, таких людей нет, ну, то есть, если люди, проводили ли какие-нибудь эксперименты, если люди, у которых нет эмоций, таких людей нет, но есть болезнь, которая называется алекситимия, опять-таки, греческого происхождения, вот, и что означает, как пояснение, да, затруднение в определении и описании вербализации, то есть, собственных эмоций и эмоций других людей, то есть, как правило, это те люди, которые внешне могут казаться неэмоциональными, внутри них происходит эмоции, но они их не могут обозначить, не могут их словесно, как-то, ну, обрести в какую-то форму, и далее здесь поясняется, то есть, это люди, которые затрудняются в определении и описании собственных эмоций и эмоций других людей, и это выражается, как затруднение в различии эмоций и телесных ощущений, ну, то есть, не могут точно сказать, это снижение способности к символизации, в частности, к фантазии, сейчас я прокручусь здесь немножечко, дальше, это фокусирование преимущественно на внешних событиях, в ущерб внутренним переживаниям и склонность к конкретному, ультарному, утилитарному, сори, логическому мышлению при дефиците эмоциональных реакций, то есть, это когда человек не может описать свои эмоции и он все, как это, описывает это логически, то есть, старается логически объяснить свои эмоции, вот что-то в таком роде, то есть, это болезнь, мне кажется, даже иногда она, если я не ошибаюсь, она не подлежит психотерапии, то есть, не лечится, но я могу ошибаться, поинтересуйтесь в гугле, гугл вам, в помощь все покажет, итак, приступаем мы к раскладу, посмотрим, значит, сразу хочу сказать, в этом раскладе мы будем смотреть глобальные вопросы, у нас не стоит задача решения, как нам жить, сейчас ступо ниже сделаю, как нам жить с эмоциями, что нам с ними делать, то есть, такие вопросы я спрашивать не буду, такие вопросы я спрошу, как я уже говорила, в отдельном раскладе по позициям, да, там мы можем это рассмотреть, сегодня мы просто рассматриваем тему эмоций, поразмышляем немножко, да, с помощью карт на тему эмоций, значит, я вытащу в разброс, или как это так, беспорядочно, хаотично, 15 карт, почему так, вот, потому что я, знаете, как будто бы моделирую некое такое поле, вот, в которое мы будем доставать разные вопросы, иногда в вашей жизни может быть такое случается, когда вы берете бумажку и начинаете что-то писать, там кто-то вам позвонил, взяли на бумажке, на большом листе, записали где-то в уголочке номер телефона, потом что-то вспомнили где-то в другом месте, и получается большой листок бумаги, и много-много на нем разных записей, которые между собой могут не иметь никакого отношения, они вроде бы так хаотично, но вы четко помните, где и что записывали, в нужный момент можете это найти, стоит вам только эти записи взять оттуда и куда-то перенести в другое место, я не знаю, там в папку, в компьютер, в телефон, вы как будто бы забываете, то есть пока оно вот так вот все хаотично, да, как в нашей голове, вы это помните, и в этом вот беспорядке, да, в этом хаосе есть для вас некий порядок, так вот, я создаю примерно нечто такое аналогичное сейчас, на этой основе создаются ментальные карты, можете забить в гугл, и посмотреть, что значит ментальные карты, очень интересно, я в свое время, когда проводила, участвовала в марафонах, проводила свои вебинары, и создавала ментальные карты для себя, чтобы там все тезисно было прописано, наглядно, на одном рисунке, полностью все, что я буду говорить на вебинарах, это было очень удобно для меня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, вот прям, 16 ровно карты выложила, значит, в беспорядочном, так, в порядке, да, в беспорядочном, вытаскиваем карту и смотрим, значит, первый вопрос, ну и уточняем, конечно же, что такое эмоции, вот прям центральный наш вопрос будет, что такое эмоции, тройка педакли, тройка педакли, знаете, для меня это некая такая основа, исходя из карты, на которой мы начинаем выстраивать что-то, причем эта основа, она, знаете, появляется при взаимодействии с другими людьми, потому что в тройке педакли все-таки у нас есть три персонажа, здесь не один человек, поэтому эмоции, это скорее всего, ну из того, что мы уже знаем, да, это взаимодействие, реакция, взаимодействие с другими людьми, поэтому, что такое эмоция, это как построение базы, некой базы, нечто такое новое, которое появляется, причем, смотрите, не кубковое, а именно педакливое, то, что появляется в процессе взаимодействия с другими людьми, сказала кубковая туз кубков, что такое эмоция, ну эмоция, туз кубков, как же мне его интерпретировать, что такое эмоция, эмоция это эмоция, это состояние, это то, что, знаете, вот если смотреть даже на картинку, как некий такой всплеск, всплеск энергии, очень мощный, это то, что, знаете, как некая такая сила, которая фонтанирует во внешний мир, потому что она идет из кубка, здесь пять струй воды, то есть это некая сила, которая начинает выходить вовне, хорошо, что еще такое эмоция, эмоция, и у нас здесь выпадает рыцарь кубков, это некое такое, хочется сказать, состояние души, потому что рыцарь кубков для меня всегда это про состояние души, хорошо, сложно сделать описание такого термина, когда, знаете, вот сложно отключить голову, когда ты уже знаешь, что это, хорошо, для чего человечеству эмоции, для движения выпадает аркан колесница, для чего, для движения, для, знаете, для познания себя, для некой такой, хочется сказать, шлифовки, оттачивания, доведения себя до состояния некого такого идеала, вот в этом процессе, да, мы понимаем, что к идеалу, ну, ну, это утопия, давайте так скажем, да, потому что, например, что-то такое идеальное, ну, этого не может быть, да, это некая такая утопия, но мы стремимся, да, этого стремления, поэтому, для чего человечеству эмоции, это как некое стремление в понимание и обозначение себя, ну, то есть, то, что я говорила в самом начале, да, про болезнь, алекситемия, то есть, представляете, да, и вы не можете описать самому себе, что вы переживаете, что с вами происходит, как кто-то написал в комментариях о том, что это краски, это непосредственно сама жизнь, это то, что придает такой вкус, то есть, это понимание жизни, по сути, поэтому колесничий, он говорит о неком таком движении, о прорыве, о достижении цели, в данном случае достижение какой цели, достижение именно в понимании себя, кто я есть, и вот эти вот эмоции, они как будто бы нам помогают определиться в жизни, у меня такое дожаву, такое ощущение, что я это уже говорила, они как будто бы нам помогают определиться в жизни, да, поскольку эмоции это наша реакция на что-либо, и вот здесь вот как будто бы мы понимаем, туда я иду, либо не туда, правильно я действую или нет, вот здесь причем это знаете, в аркане колесницы изображены два сфинкса, один белый, другой черный, и в мире дуальности, это как будто бы, как бы так сказать, какой-то навигатор, да, в нашем движении в мире дуальности, вот что можно, а что нет, что хорошо, а что нет, вот эмоции помогают нам в этом, к чему они ведут, да, хочется спросить, так, к тому, чтобы мы не были в каком-то застое, то есть если мы говорим о движении, я могу предположить, что здесь речь идет о некой эволюции, потому что семерка педакли, она нам говорит о неком застое, о некой остановке, то есть куда нас ведут, а к тому, чтобы мы выходили, скорее всего, из некой такой остановки, когда ничего не происходит, хорошо, для чего еще нужны эмоции, для того, чтобы, ну вот опять-таки продвижение, потому что пятерка кубков, она говорит о том, что человек здесь сокрушается, о чем-то утраченном, и глубокий смысл здесь в том, что мы должны научиться оставлять что-то позади, пятерка кубков, это дурок, все пятерки у нас говорят про уроки, в данном случае здесь урок эмоциональный, о том, что все в нашей жизни циклично, все проходит, и тебе нужно найти силы в себе, двигаться дальше, не останавливаться, то есть не зацикливаться на том, что ты утратил, смотреть на то, что ты уже приобрел, и как ты это можешь дальше, ну либо использовать, либо идти к этому. Так, в чем, в чем значимость эмоций? Пятерка педаклей, карта такая, знаете, достаточно серьезная, сложная, значимость, опять-таки урок, очередной урок, но здесь уже педакли, здесь земля, здесь стихия земли, и здесь значимость, знаете, как в духовном уроке, то есть не зацикливаться на материи, скорее всего, когда мы что-то делаем, в материальном мире, то здесь вот ощущение того, что жизнь была бы сухая, потому что земля, она сама по себе холодная, тяжелая и холодная, и только когда наступает весна, либо лето, появляются первые цветы, они вызывают вот это вот цветы, красота, они вызывают вот эти вот эмоции, и вот здесь вот как будто бы урок заключается в том, чтобы увидеть что-то такое красивое, а красоту умом, ну вот познать сложно, и вот здесь вот в чем значимость, возможно, как вариант, значимость в том, чтобы вот через эмоции мы как будто бы познаем красоту этого мира, то есть мы, причем духовность мы ощущаем как-то через эмоции, то есть вдохновение, да, это некое состояние нашей души, это невозможно описать, ну, логикой, то есть здесь голова, ум, они были бы не совсем уместны, поэтому пятерка педаклей, карта духовной, скорее всего, бездуховности, да, либо духовной нищеты, еще ее называют, вот она как раз-таки нам и помогает понять, что эмоции нам нужны, для чего, для того, чтобы мы не циклились все-таки на материи, мы не привязывались к чему-то, а двигались дальше, хорошо, в чем еще значимость, вот значимость, опять-таки, рыцарь мечей, да, в движении, в движении, за того, чтобы, причем здесь мечи, для того, чтобы наши мысли запускать какой-то вот мыслительный процесс, да, это вот как некое топливо, то есть эмоции, да, включаются в тебе эти эмоции, и как следствие этих эмоций у нас появляются мысли аналогичные, которые нас подвигают на действие, вот здесь вот об этом идет речь, можно ли жить без эмоций, была карта мага, можно ли жить, причем маг это не эмоциональная карта, я ее могу трактовать так, что можно, да, потому что карта мага, волшебника, да, создания своей реальности, либо своей, скорее всего, вселенной иллюзии, так как мы хотим, и здесь можно было бы сказать, что можно, но все-таки маг это тот архетип, который управляет всеми стихиями, то есть можно, но для гармонии, для баланса, как такового, да, для разнообразия, эмоции нужны, но в принципе, и чисто логически, да, скорее всего, ну, если мы берем ту болезнь, опять-таки, которую я делаю отсылку, да, люди же как-то живут, ну, они больны, они не могут определить, да, свои эмоции, но они же как-то живут, поэтому чисто теоретически, можно ли жить без эмоций, мы можем сказать, что да, но тогда мы будем опираться чисто на свою логику, и вот здесь вот как какой-то вопрос касательно желаний возникает, то есть что здесь мне хотят сказать, здесь будет какой-то вот болезненный, какие-то вот болезненные моменты касательно желаний, потому что все-таки желания, они тоже связаны с эмоциями, а здесь вот какие-то травмы будут на этот счет, вот какие именно, я не совсем понимаю, а тогда не будет какого-то развития, потому что все будет достаточно стабильно, ну, нету эмоций, все четко, ясно, понятно, прописано, без каких-то красок, без какого-то праздника, и то есть знаете, вот ощущение того, что не будет желания, не будет какого-то вот стремления к чему-либо, вот как, интересно, мне же само интересно, какое влияние они оказывают на нашу жизнь, обучение, да, по шпиндакле, это с одной стороны, это карта говорящая о том, что мы познаем, мы что-то узнаем, по шпиндакле, это архетип человека очень внимательного, который ко всему присматривается, это человек, который постоянно что-то познает, открывается этому миру, человек, который учится ценить, это карта для меня, по крайней мере, ценности себя, да, когда мы понимаем, в чем моя ценность, так вот, эмоции, смотрите, как интересно, да, вопрос, какое влияние эмоции оказывают на нашу жизнь, и у нас выходит карта ценности себя, эмоции нам помогают, то есть, если они в плюс, они поднимают нашу самооценку, а если они в минус, они наоборот занижают, то есть, вот, все зависит от эмоций на самом деле, окей, да, выпадает восьмерка мечей, все зависит от, ну, в нашей голове, да, мы можем где-то сами себя ограничивать, да, своими собственными эмоциями, то, что я говорила во вступлении, здесь как раз таки вот уместно, касательно того, что сначала идут эмоции, а потом у нас идут мысли, так вот, сами по себе эмоции, они очень интересны, да, они помогают нам узнавать, там, мы удивляемся, мы чем-то восхищаемся, наоборот, где-то раздражаемся, да, то есть такая вот реакция, это наша реакция на мир, взаимодействие, а дальше у нас включаются мысли, которые нам поясняют то, что с нами происходит, и вот здесь у нас попадает восьмерка мечей, то есть это может как раз таки мысли нас могут и ограничивать, то есть не сами эмоции как таковые, они нас занижают, нашу самооценку, либо завышают, а наоборот мысли, которые их сопровождают, окей, что мы не знаем об эмоциях, так я отмечаю, потому что вопросов много, я могу запутаться, сори, что мы не знаем об эмоциях, а знаете, здесь выпадает император, даже здесь хочется сказать, мы не знаем, как ими управлять, потому что император, это все-таки контролер, это человек не эмоциональный, это человек, который все, у него первичный разум и вторичные эмоции, причем даже сам император не понимает своих собственных эмоций, и они ему иногда вредят, потому что для того, чтобы принять императору правильное решение, кого казнить, а кого помиловать, он не должен быть вовлеченным эмоционально, то есть если ему станет жалко, от человека, которому он выносит приговор, то он не сможет принять жесткий приговор, например, казнить, и здесь он должен быть безоценочный, так вот характерная черта, император, я безоценочный, я нейтрален, и его наоборот осуждают за некую такую жестокость иногда, потому что здесь он опирается больше на разум, больше на масштабность, то есть если встает речь выбрать, я не знаю, человечество и лишить при этом одного человека, ну как пример к наказанию, то он выберет большинство, то есть давайте мы все-таки, ну у него нету гуманности, давайте его лишим жизни, для того, чтобы он стал примером, такая публичная порка одного, чтобы другим было неповадно, поэтому, что мы не знаем об эмоциях, здесь еще четверка, император говорит о рамках, о границах, да, мы не можем держать эмоции под каким-то контролем, в каких-то рамках, в каких-то границах, либо мы не знаем, как это сделать, либо действительно, ну нету такого выхода, да, мы не можем, что мы не знаем, выпадает король педакли, мы не знаем, как стабилизировать свои эмоции, да, то есть мы не знаем, как их удерживать в одной позиции, так что, допустим, чтобы мы были всегда на позитиве, да, чтобы не было вот этих вот эмоциональных качелек, либо чтобы мы были в какой-то нейтральной позиции, то есть нету постоянства, мы не знаем, как сделать их постоянными, и как ими управлять, как выбирать ту эмоцию, которая нам нужна, нужна, то есть здесь как будто бы нету контроля, да, Здесь получается, что эмоции нами управляют, а не мы эмоциями. Следующий вопрос. Нужно ли проживать все эмоции? Вот все прям, которые проходят. Ну, смотрите, Аркан Мир, да. Я могу сказать, что да, почему? Потому что Аркан Мир, он говорит о расширении. То есть, когда мы шагаем в это, Аркан Мир это про глобализацию, про возможность человека шагнуть вперед, про возможности, которые открываются. То есть, нужно ли проживать эмоции? Да, нужно. Это будет расширять нас самих. Это расширяет наши собственные горизонты. Да, с одной стороны. А с другой стороны, Аркан Мира это Аркан, как правило, религиозных эгрегоров. То есть, когда есть вот это вот понимание взаимодействия именно с Богом, именно с Творцом, единение, когда я нахожусь в единении. И здесь получается, что когда мы проживаем эмоции, это то состояние, когда мы либо находимся с ним в единении, которые нам помогают с ним слиться, либо наоборот, те эмоции, состояния, которые нас отталкивают. Поэтому и те, и другие, они нужны. Нужно ли проживать эти эмоции? Да, нужно. Хорошо, следующий вопрос. Нужно ли заменять одни эмоции другими? Обычно говорят, переключись с негативного на что-то позитивное. На что-то позитивное, да? Нужно ли заменять одни эмоции другими? Шестерка Бедакли говорит у нас больше о балансе, о равновесии. И вот эта карта, да, она сразу показывает нам вот этот вот маятник. Почему? Потому что шестерка на древе жизни – это циферит, это сфера красоты, баланса и выравнивания. То есть для того, чтобы прийти в баланс, мы должны выровнять. То есть то, насколько мы ощущаем одну эмоцию, да, вот эту вот всю гамму, точно такую же гамму в мире двойственности, для того, чтобы прийти в равновесие, мы проживаем и в другую противоположность. Поэтому нужно ли заменять? Если мы будем заменять, то мы заменяем только на противоположное. Мы не сможем на что-то другое поменять, да, потому что шестерка Бедакли, она говорит о взаимодействии, что отдаешь, что и получаешь. Нужно ли заменять? Ну, если мы заменим, еще раз просто повторюсь, что здесь будет замена на что-то противоположное. А можно ли заменить на что-то другое? Ну, то есть, если, например, это радость, да, то потом, чтобы эту радость не менять на отсутствие этой радости, да, горесть, а вот, например, на какое-то, ну, восхищение, да, либо еще что-то. Можно ли вот вообще на противоположную? Аркан солнца. Опять сефирит. Здесь, знаете, здесь говорится, здесь по-разному можно читать. Можно прочитать этот аркан как вариант того, что да, можно, но это вот прям будет прям прорыв какой-то, вот что-то такое, как это, инноваторское, что-то такое впереди своего времени, да, то есть, ну, как вариант такое может, но не прям, ну, прям будет прям совсем первопроходное что-то такое. А с другой стороны, здесь говорится о том, что да, может, но здесь идет как раз-таки проявление нашего эго. Давайте я попробую вам объяснить, да, как, куда, как, откуда здесь появилось эго, как оно проявилось. Дело в том, что у нас здесь был аркан мира, и говорилось о том, что все эмоции важны, да, Богу все эмоции нужны. А здесь получается, что если ты выбираешь, если ты становишься избирательным, ты как будто бы не соглашаешься с тем творением, да, с тем миром, который тебя окружает. И здесь получается разделение, то есть, ты не в единстве, а ты сам по себе, ну, то есть, ты решил, что нет, этот мир не мой, да, и я вот так не хочу, я пойду по своим правилам, да, то есть, я как будто бы становлюсь сам творец. Вот, и здесь какие-то вот теневые аспекты проходят, поэтому я и говорю, здесь проявление нашего эго. Но можно все-таки? Ну, есть потенциал, да, то есть, Турс Жезлов говорит о том, что если у вас появится некая такая мотивация и желание это сделать, туда это можно, и здесь как раз-таки еще по солнцу можно сказать, что вы должны тогда будете это делать осознанно. Прям вот цель, как это, цель устремленно к этому идти, что вот я сейчас радость, ну, здесь как будто бы еще даже еще контролировать этот процесс надо будет, да, и прикладывать очень много усилий, но как вариант можно ли, да, если вы замотивируетесь этим и станет это вашей целью, и вы будете над этим работать, то да, вариант есть такой, что да, может быть. Умеем ли мы пользоваться своими эмоциями? Умеем ли мы пользоваться? Нет. Четверка кубков говорит о том, что нет. Причем, знаете, я так скажу, не то чтобы категорично нет, потому что все-таки четверка это стабильность, а скорее всего, когда мы впадаем в какие-то негативные эмоции, вот тогда мы этими пользоваться не можем. То есть наверняка, когда мы радостны, когда мы удивлены, восхищены, тогда вот этими эмоциями, да, возможно, мы как-то можем пользоваться, ну, то есть направлять в нужное русло. А вот когда мы находимся в четверке кубков, в такой, знаете, апатии, то нет, здесь мы этим пользоваться не можем, вот прям эта энергия, она нас поглощает, нам скучно, нам ничего не интересно, мы, наоборот, становимся такими достаточно раздражительными, и мы не хотим никого впускать в свое пространство и никак не взаимодействовать с миром. Поэтому умеем ли мы пользоваться, нет, но восьмерка жезлов говорит о том, что из этого состояния апатического, вот по четверке кубков, нам надо как раз-таки выходить, выходить в восьмерку жезлов, да, то есть если мы будем подключать наш ум, наши мысли, причем восьмерка жезлов, это всегда позитивная масть, если мы будем подключать свои позитивные какие-то эмоции, подкреплять, да, не негативным чем-то, а именно позитивным, то мы сможем из этого выйти. И здесь вопрос, скорее всего, не в том, что можем ли мы негативными эмоциями управлять, а скорее всего, как бы нам выйти из этих эмоций, да, то есть скорее всего надо выйти в какое-то нейтральное состояние, и только потом уже менять на что-то другое, что будет более эффективное для работы. Так, на что нас мотивирует эмоция? Ну, давайте посмотрим. Так, на что нас мотивирует эмоция? Дьявол. На что нас мотивирует? Давайте так скажу, на жизнь. На жизнь, почему? Потому что дьявол это то, что управляет то, чем пронизана вся наша материя. Поэтому на что нас мотивирует? Ну, эмоции, да, и сразу вот эти вот желания, которые у нас выпали по магу, да, они вот красной нитью по всему раскладу идут. То есть эмоции вместе с желаниями, не сами по себе как будто бы, а вот с желаниями. Поэтому на что нас могут мотивировать? На какие-то желания, на достижение чего-то. Причем, знаете, достижение чего-то такого быстрого, скоростного, приятного. Также могут мотивировать на какие-то удовлетворения, да, на покрытие каких-то потребностей. Может быть, где-то на проявление себя, да, какого-то вот своего эго. На что еще могут нас мотивировать эмоции? Ну, эмоции, они придают нам какую-то легкость. Кстати, эмоции нас могут мотивировать в тройку кубков, на соединение в какие-то группы, да, на объединение, может быть, с кем-то, на дружбу могут мотивировать, на общение. Но общение такое, знаете, на легке, на что еще? С другой стороны, эмоции у нас по пятерке мечей могут нас мотивировать на какие-то конфликты, на сплетни, по тройке кубков тоже идет, да, на какие-то сплетни. Могут на то, что какие-то вот внутренние наши конфликты, обиды, да, на негативные какие-то действия, поступки, да, на предательство в том числе. То есть здесь вот по-разному, да, на что нас могут мотивировать? По-разному. Так, на что? Так же на, мотивирует по аэрофанту, да, на обучение, на какие-то моральные моменты, да, умеем ли мы управлять своими эмоциями, либо мы им подчиняемся. Это когда, знаете, появляется вот по дьяволу какое-то желание, ну, я не знаю, хочу там съесть что-то такое сладкое, ну, критические дни какие-то, вот и хочется либо в кризисы, да, либо очень много думаешь, вот, и хочешь что-то такое сладкое. И ты ставишь этот тортик перед собой и понимаешь, что да, ты получишь удовольствие разовое, а потом тебя вот съест вина по пятерке мечей, да, зачем ты это сделала? И ты начинаешь включать свои немножечко мозги по аэрофанту, да, и начинаешь сам себе говорить, а стоит ли оно того, да, то есть помимо того, что ты сам себе вредишь, вот, мы имеем в виду про количество, про тортик, не про кусочек, а про весь тортик. Вот, насколько ты свой храм, да, храм своей души, там, где проживает твоя душа, там, где живешь ты, насколько ты о нем заботишься, то есть здесь вот мы включаем больше какие-то вот морали, да, что-то такое духовное, наставление, да, либо начинаем себя как-то обучать, то есть эмоции, они могут даже нас мотивировать на обучение. Так, по каким критериям мозг выбирает эмоции? По каким критериям? Ну, хорошо, давайте посмотрим, вот здесь посмотрим, по каким критериям? Двойка кубков по гармонии и балансу. Я, если честно, думала, будет другой ответ, вот, и была готова его сказать, но здесь, видимо, двойка кубков говорит о том, насколько мы находимся в балансе, в балансе и в гармонии, то есть здесь мозг выбирает, знаете как, вот то, что мы говорили, да, вот эти вот качели, когда ты находишься в каком-то одном состоянии, да, а тебе надо либо его выровнять, и ты можешь выбирать, мозг выбирает противоположное, да, как-то, чтобы выровнять этот баланс, а может быть, все зависит от того, в каком состоянии ты находишься сейчас, на чем ты акцентируешь свой взгляд, то есть, знаете, это как? Это если ты пребываешь вот в состоянии такого подъема, да, что-то у тебя такое вот позитивное, приятное, и, ну, прям не очень яркое, а вот фоновое какое-то вот удовлетворение, да, вот благодарность, все такое, то ты из этого состояния начинаешь смотреть на мир, и вот твоя реакция, да, она будет как раз-таки согласна твоему настрою, в котором ты сейчас находишься. По каким еще критериям выбирает эмоции? Вот выпал у нас этот, как его, отшельник, как раз-таки по внутреннему выбору, на чем ты держишь фокус сейчас? Это вот, знаете, как магнит, если зарядить магнит, да, допустим, и одна сторона будет в плюс, другая будет в минус, и вот начинаешь подносить к магниту эти опилки металлические, они все прикрепляются всегда к одному полюсу, они не будут прикрепляться к обоим полюсам, к чему-то одному. Вот чем больше, скорее всего, заряд в этом полюсе, да, тем больше он будет идти притяжение. И вот это вот как раз-таки то, чем заряжено, оно связано с вашим внутренним состоянием по двойке кубков. По двойке кубков – это аркан любви, это аркан баланса, это аркан гармонии, это когда то, что мы отдаем, в равной степени мы получаем. Это взаимодействие вот именно двух сил, да, принятия и отдачи, сжимания, разжимания. И вот это вот все, оно находится вот в таком движении, очень гармоничном. И отшельник у нас всегда направлен на… обращает свой взор внутрь себя. И это аркан, когда мы ищем, да, ответ на какой-то вопрос, когда мы сфокусированы на чем-то одном, мы хотим определиться. Так вот здесь вот это вот состояние, оно зависит, да, от того, в каком состоянии вы находитесь сейчас. Не знаю, объяснила понятно или нет. Хорошо, идем дальше. Что сподвигает мозг реагировать в минус, либо в плюс? Да, потому что предыдущий вопрос был про мозг. Поэтому, да, что сподвигает мозг реагировать в минус или в плюс? Что сподвигает мозг девятка кубков? Карта наслаждения и удовольствия. Знаете, ваши внутренние потребности, да, вот какие потребности необходимо покрыть сейчас? Блин, как интересно. Вот так вы мозг выбирает. У меня прям такой инсайд сейчас. Хорошо. То есть это получается, попробую вам привести пример. Если у вас есть потребность сейчас, ну, я не знаю, в теплоте, да, ну, чтобы вас кто-то обнял, да, вот какое-то единение вам необходимо, тогда мозг будет выбирать реакцию, которая будет соответствовать покрытию этой потребности. Как бы вам пример-то привести? Выпадает императрица. Как он выбирает? Он выбирает в соответствии того, что вам нужно сейчас. Вот в соответствии ваших каких-то вот материальных, ну, не материальных, а вот плотских каких-то ваших удовольствий. Вот, возможно, то, что нужно телу необходимо, да. Возможно, кстати, по императрице гормоны, да, у нас же за эмоции ответственны гормоны. Вот здесь вот в зависимости от гормонального влияния. Потому что у нас девятка кубков – это карта удовольствия. Ну, это удовольствие для себя, да, когда мы зациклены на своем собственном удовольствии. И императрица у нас тоже, она про себя говорит, она никогда не говорит про мир. Это не верховная жрица, которая вот любит абсолютно всех, нет. Она любит вот себя, такое вот плотское наслаждение, вот удовольствие. Вот, поэтому здесь может быть в зависимости и от гормональной системы тоже, да. Вот. Окей. Интересно. Дальше, следующий вопрос. Какова взаимосвязь эмоций с нашим телом и мыслями? Как раз то, что мы говорили. Хорошо. Взаимосвязь с нашим телом, эмоциям и нашей телой. Двойка педаклей. Но мы должны держать, вот опять-таки, баланс, да, между телом и эмоциями. Хорошо. И что еще? И у нас выпадает аркан звезды, да. Наши надежды. Наши надежды, наши желания, взаимосвязь эмоций и нашего тела. А, поняла, да. Здесь, знаете, как будто бы что? Какая связь здесь иногда? Ощущение того, что тело может хотеть что-то одного, а эмоции, знаете, как будто бы есть некое ограничение. Мы чувствуем, да, что тело нас в чем-то ограничивает. Здесь такие, знаете, внутренние порывы. Я хочу что-то сделать. Я хочу что-то проживать. И я понимаю, что вот как будто бы, ну, тело меня в этом ограничивает. Оно как будто бы заземляет, да, не дает что-то сделать. Здесь еще может быть как безопасность, да, такая, что вот из-за того, что у нас есть тело, оно как будто бы нас оберегает, чтобы мы не совершали каких-то вот безбашенных поступков, которые могут навредить нам самим. Вот, потому что здесь, если выпустить эмоции на волю, да, и что они могут, ну, на что могут мотивировать человека, да, то здесь может быть какая-то вот доля опасности. Поэтому держать в балансе, да, здесь эмоции влияют на тело, они держат в балансе. Ну да, логично, потому что гормоны, когда влияют, правильно. Окей. Само собой разговариваю. Хорошо. А какая взаимосвязь между эмоциями и мыслями? Какая взаимосвязь между эмоциями и мыслями? Королева кубков. Ну, я не знаю, то ли мысли нас тревожат. Королева кубков говорит о волнении, о переживании, да. Как раз-таки о чувствовании. Поэтому здесь мысли могут влиять на эмоции, да. Ну вот мы уже говорили, либо поднимать нашу самооценку, либо опускать, здесь прямая какая-то связь. Либо они заставляют нас как-то тревожиться, волноваться. Да. Как, как, какая связь? И вот луна выпадает. Да, здесь скорее всего, знаете, какая-то связь не совсем понятная, не совсем определенная. То есть она может быть еще и цикличная. То так, то так. Здесь однозначно сказать нельзя, что, например, мысли влияют негативно на эмоции, либо эмоции на мысли. Кстати, у меня сразу здесь не выпала башня, да. Но вот башня, она как раз-таки на древе жизни, она и соединяет наш разум и эмоции. Да, вот это вот разрушение этой связи противоположности. Так вот здесь как раз-таки говорится о каких-то цикличных моментах, да. То есть это может быть и так, и так. Четко сказать нельзя по луне, да. Она всегда приносит какую-то туманность, иллюзорность, непонятность, неопределенность. То есть здесь конкретно вот влияние сказать, что какое-то вот четкое может быть нет. Нет. Хорошо, как научиться экологично для себя и других выражать свои эмоции? Как научиться? Десятка кубков. Да, выражать эмоции по полной, да. Десятка кубков – это когда все кубки абсолютно наполнены, да. Когда… Как выражать? Проживать. Проживать. Хорошо. Хорошо, а если, допустим, негативные, то что? А если негативные, выпадает аркан силы, который говорит о том, что… То есть если это позитивные, проживайте по полной, а если негативные, то держите их в узде, потому что аркан силы – это все-таки украшение своей силы, да, когда мы учимся держать под контролем, потому что, видимо, позитивные эмоции, они не столько, ну, вредят окружающим, сколько негативные, потому что если ты утратишь контроль, ну, лев здесь, да, если ты утратишь контроль над своим львом, он может, ну, поранить тебя, да, он может тебя убить. Поэтому здесь надо укращать свою силу, укращать своего животного, потому что негативные эмоции, они пробуждают нашего животного. Вот наши животные инстинкты, которыми потом, если они выйдут из панкотроля, могут навредить не только нам, но и другим. Так, почему эмоции имеют колебательное движение? Ну вот, эмоциональные качели, да, почему они вот такие? Почему то в плюс, то в минус? Так, сейчас додвину. Почему они имеют, а потому что это шанс, да, туз педакли, это шанс, это возможность, возможность на что? По суду, по справедливости. А, понятно, знаете, это как будто бы мы выплачиваем, да, ну вот как мы говорим, карма, что посеешь, что и пожнешь. То есть, здесь вот этот вот процесс выравнивания, он для чего нужен? Мы как будто бы, знаете, вот сделали кому-то больно, да, мы же должны понять, что мы другому сделали больно. Поэтому нам тоже кто-то сделает больно, чтобы мы прочувствовали обратную сторону медали. Потому что здесь как раз-таки пендапель, да, монетка. У монетки есть две стороны и выпадает аркан сюда. То есть как раз-таки для чего? Для того, чтобы мы посмотрели на две стороны медали. Сначала на позитивные, а потом на негативные. Ну, круто. То есть, чтобы мы как будто бы сферично на все, на ситуацию смотрели со всех сторон. Интересно. Хорошо. Каким было бы человечество без эмоций? Вот какими были бы люди, если бы у нас не было эмоций? Знаете, если честно, я сама полюбила эмоции. Какими были бы люди, если бы не были эмоций? Ну, они бы мечтали, семерка кубков, они бы мечтали и фантазировали, как бы это было, да. Либо наоборот, были бы лишены возможности фантазировать и мечтать о чем-то. Ну, аркан повешенного. Знаете, не было как будто бы какого-то развития. Люди бы не проходили уроков, да. По аркану повешенного мы проходим духовные уроки. Люди бы не проходили уроки. Да, было бы король мечей. Все было бы очень четко, логично, структурно, понятно, сухо. Не помню, как фильм назывался. Таких фильмов очень много, да. Когда именно фантастический фильм в мире, где нет эмоций, где они запрещаются. И вот какие люди, да, вот как роботы. Роботы. Ну, все четко, понятно. Интереса нет. Не зря мы говорили здесь по жопе так ли, что эмоции вызывают интерес. То есть они запускают у нас этот интерес к жизни. Желание его проживать. Да. Ну, так или иначе, мы бы уходили. Для чего бы мы уходили? Ну, от какой-то вот удачи. От удачи. От выбора. А, если бы не было эмоций, нам не надо было выбирать. Я извини, что я громкая. Я просто вся в раскладе. Если бы не было эмоций, тогда бы нам не нужно было как-то определяться, да. То есть все было бы предопределено, да. То есть все причина-следственная связь. Вот так, вот так, да. То есть, ага, здесь, значит, получается, что эмоции, исходя из этого, они нам дают возможность выбрать. То есть понимаете, да, что мы говорили здесь по суду, посмотреть на ситуацию с двух сторон. А иначе у нас бы не было такой возможности. Ну, то есть, допустим, вы встречаете человека. Все, встретили человека. Выбора нет. Как на него реагировать. То есть понравился, значит, я буду с ним. А не понравился, значит, я не буду. А тут встретил, все, значит, встретил. Другого варианта нет. Здесь как-то вот связано это с выбором. К чему бы мы пришли? К королеве педакли, да. Ну, к стабильности. Причем королева педакли, она держит какую-то печаль, но эмоций, значит, здесь нет. Вот. Ну, все было бы стабильно. Все было бы стабильно. И аркан умеренности. Ну, скучно. Немножечко скучно. Все развивается. Все идет так, как надо. Но, так, знаете, дохленько. Дохленько. Ну, эмоций нет. Да, вот фоново, ровно, уравновешенно, сбалансировано. Ну, как-то так. Я не знаю, насколько вам понравился расклад. Я такой, знаете, вот прям, я такой эмоциональный человек. Я сама смотрю расклад. Ну, то есть, обычно, когда я делаю расклады на, как это, на позиции, да. Ну, мне кажется, там как-то вот мне все понятно. А тут я вот как будто бы рыба на суше. То есть, я не понимаю, да. Как это считывать? Потому что это все так достаточно абстрактно. И очень достаточно, ну, масштабно и глобально. И как вы видели, я так радуюсь. О, я сама поняла. О, это так. Боже, всех одиночка. Как я люблю над собой посмеяться сама. Вот такой был расклад. Я благодарю вас за внимание. Жду ваших комментариев. Да, если вы смотрите, значит, ну, уже было вступление, вы его просмотрели. Вот. Не знаю, комментируйте, пишите, делитесь. Здесь, в общем, жду ваших эмоций, жду ваших инсайтов. А я с вами прощаюсь. Всем отличных выходных. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok